В Тюмени началась проверка по факту смерти молодой сотрудницы строительной компании. Напомню, трагедия произошла накануне на производственной базе на улице Республики. Упал козловой кран, на котором работала погибшая. От полученных травм она скончалась на месте. По информации Государственной инспекции труда в Тюменской области, в ведомство от работодателя поступило извещение об этом несчастном случае. В компании предполагают, что предварительная причина случившегося – сильный порывистый ветер. И вот что говорят эксперты по этому поводу. Кран несло по рельсовым путям. И, очевидно, кружила на дороге ветер, буря. Прямо буря была песчаная. И, скорее всего, это было причиной падения крана. На Каране были стропы, насколько я рассмотрела. У них даже какой-то груз был. Ее понесло, но там никто бежен не смог остановить бы это дело. Решение о работе крана, либо остановке работы, должен принимать непосредственный руководитель. На кранах есть специальный прибор безопасности, который начинает шуметь, звенеть при порывах, превышающих допустимую норму. Точная причина трагедии будет известна после детальной проверки. Делом занимаются Следственный комитет и прокуратура. Прокуратурой Тюменской области взята на контроль техническое расследование причин аварии, а также расследование несчастного случая со смертельным исходом. Добавлю, погибшая активно вела соцсети, снимала и выкладывала видеоролики, в том числе с рабочего места. Ее аккаунт пользовался популярностью. У подписчиков было более 40 тысяч человек. Сейчас пользователи оставляют комментарии с соболезнованиями. Девушке был 31 год, у нее осталось двое несовершеннолетних детей. По закону работодатель обязан выплатить компенсацию по потере кормильца в размере 1 миллиона рублей.